Тим Чун Хёк Стиратели Исчезнуть без следа Часть первая При желании стиратели могут отменить даже сотворение мира. Хаос — естественнее порядка. Разрушать легче, чем созидать. Стирать легче, чем рисовать. Представим борьбу человека с Богом. Если Бог начнет создавать пространство с одной стороны Вселенной, а люди разрушать его с другой, они быстро поравняются. Бог не настолько силен, а люди умеют разрушать, как никто другой. И Земля — прямое тому доказательство. Возникают все новые и новые виды растений и животных, но все они рано или поздно вымирают. Люди что угодно могут стереть с лица Земли, А стиратели справляются с этим лучше всех. Из Откровения стирателя Первое Каждое утро Кан Чхилл открывал какую-нибудь книгу на какой-нибудь странице. Сегодня 2 ноября, поэтому за ежедневным предсказанием он обратился ко второй строке. Он привык доверять книгам. Каким бы ни было предсказание, плохим или хорошим, он успокаивался, стоило ему прочесть одну строчку текста. На второй строке открытой страницы значилось следующее. Я надеюсь, мы его похоронили. Цитата из пьесы Кормака Маккарти «Sunset Limited». «The Sunset Limited – a novel in dramatic form by Kormack McCarthy». Вот черт! Не лучшее предсказание, особенно учитывая, что ему сегодня предстоит. К счастью, книга была бумажной, и у него был шанс прочитать вторую строку на другой странице разворота. Он перевел взгляд на нее. «Куда ты делал виски?» Так гораздо лучше. Хотелось верить, что сегодня ему и правда предстоит искать виски, а не хоронить кого-нибудь. Ему нравилось, что книжный разворот разделен на две части. Правая и левая страницы всегда будто бы смотрят друг на друга. В электронных книгах этот эффект теряется. Стоит изменить размер шрифта, как текст начинает скакать со страницы на страницу. «Никакого постоянства. От таких книг нет смысла ждать предсказаний». «Проклятые электронные книги!» — пробормотал Канчхиу, ставя книгу на место. Он полил растения на подоконнике. Асплениум, или, как его еще называют, птичье гнездо. Канчхиу понятия не имел, правильно ли за ним ухаживает, но исправно поливал каждое утро. Надел пиджак поверх фланелевой рубашки. Погода продолжала вести себя непредсказуемо. Днем ни с того ни с сего начинается жара. Вечером становится холодно, как зимой. Улицы были почти пустыми. В полицейском участке его уже ждал следователь О. Чедо. Выглядел он слишком серьезным, чтобы встречу можно было назвать приятной. Поприветствовав Канчхиу взглядом, О. Чедо развернулся и направился вглубь участка, словно робот, указывающий дорогу. Канчхиу пошел за следователем, скользя взглядом по лозунгам на стенах. Прочитав один, особенно нелепый, он не удержавшись, прыснул. О. Чедо обернулся. Канчхиу тут же взял себя в руки. Чтобы выкинуть из головы дурацкий лозунг, он попробовал думать о чем-нибудь мрачном. О конце света или о смерти. — Воды! — грубо предложил О. Чедо, протянув Канчхиу бутылку дешевой воды, едва не вошли в нужный кабинет. — Я бы предпочел кофе из гейзерной кофеварки, но, полагаю, у нас нет на это времени. Присаживаясь на стул, ответил Канчхиу. — Чего? — А, не слышали про гейзерные кофеварки? В них, знаете, вода закипает и поднимается наверх через молотый кофе. — Неважно. Давайте воду. — Откуда у нас здесь такое? — Я стараюсь не быть предвзятым. Сами понимаете, у меня творческая работа. О. Чедо мрачно ухмыльнулся и поставил на стол два стакана воды. Канчхиу пристально рассматривал руки следователя. Его завораживали мышцы, выпирающие из-под кожи, как силиконовые импланты. Несмотря на невысокий рост, О. Чедо был очень недурно сложен. Густые брови, заметная двойная складка на веках, объемные губы. Он выглядел как человек, всегда готовый к атаке. В его одежде не было ничего общего с костюмами исследователей и сериалов. Одетый в белую футболку и зеленый кардиган, он больше напоминал профессора. — Канчхиу, правильно? — Верно. Смиренно сижу перед вами, хотя меня ждут горы дел. — Насколько мне известно, вы популярный писатель. — Вот как? — Ну, меня иногда узнают. Будем считать, что популярный. — Я не разбираюсь в литературе. — Для вас, наверное, каждый человек, как книга. С такой профессией читать не нужно. — Кстати, как я могу к вам обращаться? Господин следователь подойдет? — Ваша книга «Скрытые врата рая», вышедшая месяц назад, сегодня занимает третье место среди бестселлеров. — Поясню, раз уж вы не разбираетесь. Книги на первом и втором местах — настоящая макулатура. Они как непроизносимые буквы в каком-нибудь английском слове. На письме есть, а по сути пустое место. — К чему вы ведете? — Только не надо потом нигде меня цитировать. Я ничего такого не имел в виду. Просто рекомендация, что лучше не читать. — Вы знаете, Соха Юн? — Конечно. — При написании своего произведения «Скрытые врата рая» вы обращались к ее истории? — Обращался. — У нас есть такие сведения. Подруга Соха Юн сообщила, что ваш роман — пересказ ее истории. Больше подтвердить это некому. Но по ее заявлению содержание полностью совпадает. — Какие у вас отношения с Соха Юн? — Мы начали встречаться, потому что у нас были общие интересы. И расстались год назад. — Вы действительно положили историю Соха Юн в основу своего романа? О Чидо одним глотком допил воду и со стуком поставил стакан на стол. Звук вышел не таким уж и громким, но достаточно резким. Любой другой вздрогнул бы от неожиданности, однако Кан Чхиу даже бровью не повел. — Вот, думаю, это поможет. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака лист бумаги и протянул следователю. — Что это? — Почитайте. Хоть вы, судя по всему, и не фанат чтения. Его манера говорить действовала следователю на нервы, но он этого не показывал. О Чидо еще предстояло выяснить, что стоит за этой манерой — занощивость известного писателя или попытка что-то скрыть. О Чидо пробежался глазами по тексту. — Не понимаю, что вы имеете в виду. — сказал он, переводя взгляд с листка на Кан Чхиу и обратно. — Вот. Кан Чхиу пальцем указал на верхнюю часть листа. — Это договор. — Вы заключили его с Соха Юн? Она продала вам свою историю? — Продала. Это очень грубая формулировка. Правильнее было бы сказать, что она передала мне права на эту историю, чтобы я рассказал ее миру. Зачем это ей? — Я предоставил ей достойное вознаграждение. — Сколько вы заплатили? — Не могу вам рассказать. Это конфиденциальная информация. — Вам известно, что Соха Юн пропала без вести? — Да. — Нам необходима информация об объеме вознаграждения на случай, если это связано с ее исчезновением. — Если вы сможете доказать, что между этими событиями действительно есть какая-то связь, то я вам обязательно все расскажу. — Когда вы видели ее в последний раз? — Что? — Соха Юн. — Когда вы в последний раз с ней виделись? — Мне известно, что она пропала полгода назад. Я же в последний раз видел ее 10 месяцев назад. То есть где-то спустя месяц после нашего расставания мне нужно было кое-что ей отдать. — Что именно? — Ноутбук, который она мне одолжила. — Вы писатель, и у вас не было своего ноутбука? — Если полицейский гонится за преступником, и у него нет пистолета, он же может одолжить его у коллег? — Это другое. — Нет, то же самое. Мой ноутбук сломался, и мне срочно потребовался другой, поэтому я одолжил у нее. Дома у Соха Юн не было ноутбука. — Мне об этом ничего не известно. Может, она перепродала его или выбросила. — Знаете, что самое необычное в ее исчезновении? — Что? — Не томите. Перед тем, как исчезнуть, она оставила записку. — И что там было написано? — А вы не знаете? — Откуда мне знать? — Просьба ее не искать. Она написала, что отправится куда-то далеко и начнет там новую жизнь. — Если она оставила такую записку, разве можно считать ее пропавшей без вести? — Записку мог написать кто-то другой, чтоб ее не искали. — А, думаете, это моих рук дело? — Ну, знаете ли, чтобы написать пару строк, не обязательно быть писателем. Подруга просила найти Соха Юн как можно скорее. Она боится, что там может навредить себе. По ее словам, Соха Юн часто говорила о самоубийстве. С книгами так же. Прочитаешь финал, и все содержание заиграет другими красками. После того, как дочитаете роман, нужно обязательно вернуться к началу. Ах да, вы, наверное, редко дочитываете до конца. Впрочем, неважно. Так вот, когда вы читаете роман во второй раз, то уже воспринимаете его совсем иначе. Подмечаете мельчайшие детали. А, так вот из-за чего герой пришел к такому финалу. Так вот, что это означало. А, так она хотела покончить с собой. Вы так много болтаете. Говорите по существу. Если бы Соха Юн не исчезла, то ее разговоры не казались бы вам намеками на самоубийство. Вы так легко рассуждаете об исчезновении человека. У меня нет времени сидеть с вами и о чем-то рассуждать. Думаю, мне пора идти. Вы переживаете за Соха Юн? Ну, само собой. По вашей манере речи так не скажешь. А вы, господин следователь, все можете вычислить по манере речи? У вас есть предположение, где может находиться Соха Юн? Может, она ездила куда-то с вами или рассказывала, куда хочет отправиться? Она хотела отправиться в рай. Сейчас не время для шуток. Я серьезно. Раз вы так много знаете о Соха Юн, то должны знать и о том, что произошло с ней год назад. Ведь так? Ее мать, отец и младший брат погибли в автомобильной аварии. С тех пор она время от времени говорила, они ведь попали в рай, правда? Я тоже хочу попасть в рай и встретиться с ними. Из-за этого она и ушла от меня. Странно. Как правило, после такого люди, наоборот, ищут поддержки в отношениях. Все люди разные. И где же она искала поддержки? Ее родственники исчезли. Не исчезли, а умерли. Господин Канчхеу. Да, продолжайте. Знаете, что отличает людей, которые что-то скрывают? У всех это проявляется по-разному. Верно. Но есть кое-что общее. Хотите прочитать мне лекцию? Читайте. Не надо вопросов. Они смотрят куда-то вдаль, когда говорят. Знаете, куда? Не знаю. Туда, где спрятана их тайна. Отсюда никакой тайны не видно. У меня не было никаких предрассудков по отношению к писателям, но сегодня один появился. Слов много, но все они ни о чем. Не находите? Человек пропал, а вы шутите. В ваших словах нет ни сочувствия, ни уважения. Как будто вы сами живете в каком-то романе, и реальность вас не заботит. Ну, не знаю. Мне казалось, это и есть реальность. Я буду наблюдать за вами, господин Канчхеу. Я могу идти? У меня встреча с издателем. Канчхеу разом опустошил стакан и поставил его на стол с густой. Писатель вышел из полицейского участка и достал мобильный. Он глубоко вдохнул прохладный воздух и почувствовал, как проясняется сознание. В трубке послышались гудки, но на звонок так никто и не ответил. Второе. Выхожу. Подожди. Да у меня тут все безнадежно. Ты всегда так говоришь. Ну, а что поделать? Нужно быть очень смелым человеком, чтобы не терять надежду даже при самом тяжелом раскладе. Скорее, очень глупым. Настолько плохие карты. Сразу могу сказать, что это с легкостью можно назвать худшей раздачей в истории. Ликидон потягивал пиво позади группы мужичков за 60 играющих в карты. Он смотрел в другую сторону, но внимательно слушал их беседу. Покера его совершенно не занимал. Он знал правила, но не понимал, как эта игра может кого-то захватывать. Его не интересовала эта борьба умов, состоящая из блефа и попыток угадать карты противника. Любители покера могли сколько угодно настаивать на том, что это неплохой способ выиграть денег, но Ликидон предпочитал зарабатывать своим трудом, даже если его работу сложно было назвать честной. — У меня кончаются фишки. Одна осталась. — Уже? Делая вид, что смотрит что-то в телефоне, Ликидон снова прислушался. Мужчины играли в пятером, но только эти двое постоянно припирались. Судя по тому, что остальные трое продолжали сосредоточенно играть, не обращая на них внимания, такие разборки были обычным делом. — Вам когда-нибудь снилось, что вы почти выигрываете, но у вас внезапно заканчиваются фишки? — Вот у меня сейчас так, аж холодный пот прошиб. — Мы здесь и к наличке прекрасно относимся. — Ну а кто к ней плохо относится? — Но нет у меня ее любимой. — Такова жизнь. Ты случайно не на часы мои позарился? Даже не мечтай. — Они, может, и фирменные, но лет-то им сколько, часам твоим. — Чего ты за них трясешься? — Я же говорил, мне жена их на свадьбу подарила. — Такую модель не найдешь уже, а они до сих пор работают, как новенькие. Люди умирают, а часы продолжают ходить. — Чего? — Ты что такое говоришь, старый дурак? — Извини, извини. Я ничего такого не имел в виду. — Еще раз услышу, мало не покажется. Понял? — Да понял я, понял. Извини. Не злись. Куплю тебе потом выпить в качестве извинения. — И так мне сегодня не везет. Еще и ты туда же. Я сюда прихожу поболтать, а с тобой одно расстройство. — Понял, прости, больше не буду. Я не имел в виду твою жену. Просто часы всегда ходят без остановки. Вот я и сказал. — Хорош объяснять. — Ладно, ладно. Пойдем вон пивка выпьем. Все, я выхожу. Хорошо вам поиграть. Двое мужчин сели за отдельный столик в углу. Ликидон, не привлекая внимания, переместился поближе к ним. Дороживший своими часами мужчина был около метра семидесяти ростом и крепкого телосложения. У него была комплекция человека, который регулярно занимается спортом. Огорчивший его своими словами собеседник был повыше ростом и довольно худощав. — Знаешь, я тут выиграл на днях. Сделав глоток пива, начал худощавый. — Не сомневаюсь. По сравнению со мной ты не так уж много проигрываешь. Мужчина с часами залпом опустошил кружку разливного. Похоже, прохладное пиво поумерило его пыл. Он заказал еще. — Пьешь и не пьянеешь. — Так в чем твой секрет? Почему ты чаще выигрываешь в покер? У меня появилась стратегия. Называется операция Руперт. — Руперт? Что это? — Знаешь про нормандскую операцию во время Второй мировой? — Знаю. Тогда британская армия делала много отвлекающих маневров, чтобы сбить с толку немецкие войска. Заготовили макеты джипов и притворились, что собираются высаживаться не в Нормандии, а в Кале. Англичане даже сбрасывали самолетов в манекены парашютистов. Таких манекенов британские солдаты называли Руперт. Когда их сбрасывали на парашютах, издалека невозможно было различить человека-то или кукла. Принесли еще пиво, но на этот раз мужчина с часами сделал только небольшой глоток. — И при чем тут твоя стратегия? — Подожди, не перебивай. Тебе не хватает терпения. Когда немецкие солдаты подошли к упавшим на землю парашютистам, то увидели, что все они манекены. С тех пор каждый раз, когда немцы видели парашютистов, они начинали сомневаться, это настоящие люди или опять Руперты. Нужно тратить на них силы или нет? Когда играешь в карты, нужна подобная стратегия. Соперники должны сомневаться, блефую я или нет, когда ставлю деньги. Легко сказать. В чем суть операции Руперт? Издалека ничего не различишь. Нужно, чтобы на тебя смотрели издалека. Редактор субтитров А.Семкин